Я хотел с вами познакомиться и побеседовать. Очень приятно. Вы относительно вот этой дятловской группы погибло-то там. И вы там когда-то выступали. Я вот с каких пор вас уже наблюдаю. Вы там ответили им. Самый лучший ответ был. А вот теперь-то вот какое событие-то произошло в Москве-то. Вот этот теракт. Вот это все в строку идет. Мы должны быть готовы к встрече с Господом. И там когда вот они пришли, там таджики. Никто не спрашивает вот такое, что в какой группе мы относимся. Казаки мы или как. Поэтому я, если вы знаете, это было 23 года, когда я впервые получил Библию в руки. И мою жизнь Господь изменил мгновенно. Сразу. В это время у меня так открыто было все. Я только что из армии пришел. Ну и я уверовал. Я знал, что Бог есть с детства. А вот по Евангелию-то не знали. А так и не было. У нас природа из этих старообрядцев, беспоповцы. Ну и мама сказала, есть суд Божий. Главное, что здесь, что я не делал, что другие делают. Мне 84 года, я еще ни одного матерка не сказал. Но я знал, что если я умру, я буду гореть в аду. Меня никто не мог переубедить в этом. Поэтому ходил в церковь, в старообрядческую где-то. А тоже всякое было. Ну, меня Бог сохранил от женщин. И поэтому и разум сохранил. А вот уже в 23 года я уехал. Я живу-то на Алтае. Ну и в Латвии. И там на корабле. И поступил в высшее мореходное училище. Добился разрешения сдать три курса там за год. По выбору комиссии на трех иностранных языках. Какое изберут. То есть передо мной дверь была широко открыта. Я все время понимал, я умру. И с чем это все закончится. И вот Бог меня, Господь, поймал на том, что я любил. Я любил бабушек. Они такие забитые где-то. И только сошел с корабля. Гляжу, бабушка идет. И вот несет сумки. Я подскочил помочь. И спросил, а у вас где-то молятся здесь? Она говорит, а вот крест стоит. В четырех конечах. А кто там? А я, говорит, не знаю. Но тут верующие собираются-то. Я зашел. А это латыши, баптисты. Ну и латыш-то меня спрашивает. А латышский язык я за три с половиной месяца выучил. Я отвечаю. Говорю, так я не понимаю. Как не понимаете? Я отвечаю, я слова не понимаю. Он говорит, а вот дверь, это русское собрание. Я к ним зашел. Я и там не понимаю. Блаженны, нищи, духом. Я этих слов не знаю. И вот один из них, Еремеев Михаил Александрович, пригласил меня к себе домой. И на следующий раз я пришел. И дальше подробно есть такой у меня ролик. Восемь 52 года в пути. Когда я 52 года прошел после этого, у нас миссионерская поездка была из Барнаула до Владивостока. Потом пошли мы до Португалии. Все государства Европы, Скандинавия, Прибалтика. Вот Господь как проложил путь. И в это время меня Господь у них коснулся. Евангелие стал считать. Я везде искал там безбожную литературу, какие-то выдержки. Все выписывал себе. А тут дали Новый Завет. Вот я считаю, все божественно, записывать нечего. И когда зашли, я говорю, книжка хорошая. Не книжка, говорит, это книга жизни. Ну и у меня желание помолиться. И во время молитвы, там может быть минут 25 было, они просто руки складут так. А я поклоны кладу, Богородица, Дева, радуйся, достойно. И, видимо, движение ветра. А в день 50, вторая глава Деяния Апостола, было движение. И они даже подумали, говорит, так. Ну и мне Бог дал рождение свыше и крещение Духом Святым. Не языками, а огненный луч как бы проник в меня. Я уже к утру весь карван кораблей знали, что я сошел с ума. Я всем стал говорить о Христе. Вот как Бог повел. И когда я послушал вас, вот думаю, во всем этом главную роль играет здесь веяние Духа Божия. Почему? К Кремлинам 8 глава 9 стих. И говорит апостол Павел, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Я могу ходить, причащаться, и ничего нет. И поэтому мне Бог дал этот сигнал. Ну и после этого были, если вы смотрели Википедию, там и аресты были. Это все во славу Божию. И вот сейчас, ну сколько у меня тогда вышло, мы не просто ездили. У меня до этого времени вышло 38 томов книг. И мы проехали, в каждые 650 библиотек подарили полный комплект. Вот это в Москве мои книги находятся в центральной библиотеке, в парламентской, в исторической. Там ответ я отвечаю на 4124 вопроса, 55 папок. Вот Господь как это сделал, моя жизнь мгновенно вся изменилась. Ну и дальше уже началось арест за арестом. Уже освобожден я был в 87-м году, 25-го марта. А 4-го января, в 92-м году реабилитирован, как жертва политических репрессий. Ну и возраст уже, мне 85-й год идет. Вот сейчас, до этого у меня летом вышло 4-х томник проповеди в стихах. В стихотворной форме проповеди. Каждое стихотворение 9 куплетов, 4 строчки. В каждом из 36 строчек эпиграф из Библии. 4 тома по 882 страницы. Столько проповедей. Она ясно делала, что касается души. И эпиграф из Библии. Вот сейчас готовят. Ну побудили к этому. Переиздать проповеди во свете Святой Библии. Проповеди. Такого же формата. И 6 томов будет. Или 7. Примерно так. Каждый том 1300 страниц. То есть материалы огромнейшие. Мою библиотеку не все. Но видели, у Путина в библиотеке стоит. Вот выступает Ткачев. Отец. Андрей. И у него подарили. Вот если бы вы были рядом, я бы тоже вам подарил. Вот если дадите адрес точный, там только почту оплатить сколько. А остальное по славу Божию. Там многое-многое находят люди. Как вот пишет доктор богословия Павел Бочков. Доктор богословия. Ко мне, дескать, по-разному относятся. Но тысячи людей пришли в православную церковь. Московская патриархата. Вы куда денете? Ну и все заглохли сразу. И вот здесь нам прислали митрополита Сергия Иванников. До этого были отношения такие натянутые. Но это как отец родной. Когда у нас он бывает, мы деревню устроим с нуля. Он приезжает, бывает два раза в году. Ну и во время службы, а я чтец рукоположен. Не подьякон, никто чтец. Я имею право в алтарь входить. Он... Скажите, проповедь, мне Господь позволил никому не подделываться. Выше головы смотреть. И когда за столом сидят, я первую поем, а они вот так вот у батюшки в красном углу скамейки сходятся. Я встану, встаю, жду. А ему говорят, владыка ждет на меня. Он говорит, ну сейчас всем достанется, а мне больше всех. Неправильно крестят за деньги. Это осужденно. Каноны такие нарушены. Я вот подсчитал действующих канонов 719. 7 вселенских, 9 поместных. Из них 413. 57% умышленно нарушаются. Крещение ладошкой мокрой. Это не крещение, это обман. Да тем более за деньги. Симония. Это анафема. Об этом патриарх Алексей Второй прямо сказал. Ну и каноны говорят. Вот. Я сразу начал вам говорить, вы-то меня не знаете. Как если вот у нас пойдут отношения близкие такие. Я готов встречаться и сказать. Я прослушал, вот где-то вы выступали. Такое длинное там. Какие с кем-то то ли беседуете, там говорите. Ответы. На какие категории разбиваются, там государство, как было и все. То есть, мне это близко. Но я подхожу только одно проповедь. Вот сейчас случилось, меня спрашивают. А почему это было? Как? Господь знает как. Но мы знаем только, что идет пост 7 недель. А там пляски сатанинские были. Показывают, как они танцуют перед этим. А у Бога все вымерено. Вот. Я вижу только в этом. Когда спрашивают. А как события на Украине рассматриваете? По слову Божию. У меня на все ответ из Библии. Бог дал мне память хорошую. Пророк Иеремия, 48 глава, 10 стих. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Точка. И проклят, кто меч Господню удержит от крови. Они заразили все. В России оттуда едут. Как попало. Самое ненужное. Все эти секты, ереси, все с Украины шло. Я говорю. И вот это возмездие пришло. А увы. До нас очередь не дошла еще. Потому что переняли все у них. Бритые. Ну и все остальное. У меня вчера тут один издалека был. Прислали за книгами. Я только потом понял. Он баптист. Бритый. Посчитал ему сколько лишнего веса. 38 килограмм, говорю. Какой рост и какой вес. Вот так. У нас вышел до этого был трехтомник Нового Завета. Полное толкование Нового Завета. Второй части Библии. Это не просто так. А с откровением. Блажина Фепилакта. И 434 страницы на толковой. Каждая книга 752 страницы. И мы раскрасили 230 иллюстраций гравюр Гюстава Даре. Библейские сюжеты. И я там даю впервые. Они выходили все как-то там. Блажина Фепилакта. 319 комментариев оставляю. В поддержку Блаженному Фепилакту. Когда люди считают, им больше открывается тогда. Там я беру из всех святых отцов. Я насчитывал когда-то на катушке были. Примерно 50 томов насчитал. Среди них Архипелаг Гулаг Сложеницына. Ну и это все на меня тогда навесили. Я 14 лет отдал теме масонства. Как события в мире будут развиваться. Ну и конечно власти этого не потерпели. Ну все позади как в этом деле. Я вышел живой. Но и там сколько людей обратилось. Сегодня уже говорят. Я свидетельствовал. Привезли только. Камеру вошел. А мне уже все знакомо. Ну и дальше беседа. Я ночью выбрал место где можно стоять. Чтобы не мешать никому. Молиться. Утром говорят 7 человек на колени уже остановились. Можем мы с вами молиться будем. Вот. Это перед Богом. Поэтому я проповедник и миссионер. 62 года стажу. Вот. Поэтому вас увидел я. Сколько у вас знания. У меня там сотой доли того нету. А ну что? Мне переоценивается. Я очень рад с вами познакомиться. Я вот действительно посмотрел информацию. Это удивительно. Вы герой. Вот. Вы подвижник. Вы наш русский проповедник. И спаси Христос конечно. Особенно знаете. Мне близко. Я единоверец. Я сам из обычной семьи. Советской семьи. Но я вот пришел в церковь в 80-е годы. И потом искал таких вот корней нашей веры. Нашей традиции. И пришел к единоверию. То есть я очень-очень люблю и интересуюсь старобрячеством. Для меня это очень важная тема. У нас в церкви в единоверческой поет по-старому. И мы крестимся двуперстно. То есть. И это все внутри нашего православия. То есть это не толк без поповский. А это вот единоверие. Такое движение внутри православия. Читается старобрядные приходы Русской Православной Церкви. Мы часть Московского Патриархата. Русской Православной Церкви. Но вот сохраняем вот эту традицию. И служба у нас долгая. И все каноны там все соблюдаем. Читаем. Вот кстати тоже как вы говорите. Вот у старобряцев уже прекрасные правила. И матом никогда не говорить вообще. И многие вещи которые. Многие с ними борются. А у старобряцев их просто нет. Вот. И вот это мне кажется. Очень важно. Такая дисциплина. То есть. Нет. И все сказали. Куришь тебя. И не поминают даже там на зал на алтаре. То есть. Ну не кури. Брось. И все. И вот как-то. Мне кажется. Что вот эта строгость. Которую. Вот я посмотрел. Вашей жизни. Она очень важна. Это ведь русское. Русское начало. Как раз. В старом обряде. Ну сейчас он конечно уже не такой. А вот. Когда сочетание. И вот этой закваски староверческой. Русской. Глубокой. И вот той проповеди. Которую вы ведете. Именно. Я-то вот знаете. Хотя я моложе вас. Намного. Но я вот тоже был не советским человеком. Я вот не был коммунистом. Комсомольцем. Я был. За традицию. За старину. Может быть не сразу нашел. Вот. Нашу веру. Хотя кричем был в детстве. Но всегда вот. Для меня это очень понятно. Что такое. У меня и обыски тоже были. И Солженицына у меня там находили. То есть вот. Как бы. Но это. Я был не диссидентом. Как вот. Либерал. Левый. А я был русским. То есть. За русские. За православие. За традицию. Поэтому мне очень близко. Ваша. Ваша. Ваш. Я думаю. Что такие люди. На таких людях. Как вы. Страна. Потому что. Когда все. В одном направлении идут. Это легко. А когда все. В другом направлении идут. Вот тут. Ты попробуй. Вот я это очень ценю. И конечно. Очень восхищаюсь вами. Так что. Очень рад. Действительно. С вами познакомиться. И может. Как получится. И свидеться. И как-то взаимодействовать. Буду всегда. Очень рад. Так. Я спрошу. Вы лето где проводите? Ой. Вы знаете. У меня же сейчас. Там. После того. Как украинцы убили дочь. У меня сейчас. Я даже и говорить. Не могу ничего. По поводу моего пребывания. То есть. Вот в чем дело. То есть. Я не уезжаю никуда. Но. В общем. Я детали такие. Даже и говорить. Не могу. Потому что. Если вы приехали. Летом. И я в деревню буду. С 10 июня. О. Прекрасно. Вы бы с вами побыли. У вас. Настроение было бы. Все такое. И вместе там помолились. И люди. Ну. Вместе просто. Понимаете. Да. Да. Спасибо Христос. Мы молимся. Молимся тоже двуперстно. Как приучено. Так и молимся. Вот это прекрасно. Прекрасно. А у вас. Это. Ваша деревня. Она где находится? Алтайский край. Алтайский край. Если по железной дороге. С Барнаула на Кулунду. И там есть большая станция Ребриха. За ней 30 километров. О. Ее деревню в 72 году уничтожили. В стране 81 тысяча населенных пунктов исчезли. И мы единственные. Которые. На благочестивых. Старинных. Написано. Обычаях. Правилах. И у нас. Кто думает поселиться. Он должен доказать. Что он не лжет. Не пьет. Не курит. Не матерится. Не ворует. Это первый разговор. И много. Игнатий Тихинович. У вас по общине большая? Это немного. Маленькая. Немного. Потому что там работать надо. Там же пустое место. Ну да. Думать как. Ну вот старосты. Когда ну пол гектара земля. Ну старосты сейчас уже 1200 гектаров. 1200. Он сеет пшеницу, ячмень, гречку, горох, лен. Ну как хорошо. Да. С нуля начало. Все свое, да? Ну все свое. Государство тут мелочи платит-то как. А техника-то и... У него два комбайна. Каждый больше 10 миллионов. Столько техники. Ну и хорошо. Вот. У нас сейчас как? Мы... Порядок такой. Я же начальник детского лагеря. Создал лагерь. Зарегистрировал его. И ну на старинных благочестивых обычаях. И я директор бессменный. 45 лет был. Пока вот в Самозере утонули там сколько? Человек 8. Ну и президент Путин дал указание проверить лагеря. А проверить как? Как один человек говорит, нет человека, нет проблемы. Я слово проблемы не употребляю. Просто тут он так сказал. Ну и стали они шерстить со всех сторон. Я не могу соответствовать им. Вот туалеты там что были мраморные где-то нет. Но за 45 лет ни одного больного ребенка, даже которые больные здоровые делаются. Я знаю как их вылечить. Какой образ жизни. Брат у меня протеирея. 40 лет стажевый. Он на 5 лет моложе. И он освещается. Встаем рано. Мы взрослые встаем в 4.40. Всегда. А в 5 взрослые. И вот здесь у нас сейчас в 5 утра по нашему полтайскому времени начинается дозвон. И содружество интернетное. Отовсюду тут есть люди из разных государств. Мы молимся. А потом уже с 12. Через каждые 2 часа дозвон. И молитвы. Великопостные. И прямо сирина. Господи, владыка живота моего. Везде земные поклоны. У нас это строго. Не как в общем церквах открытых. Все 12 поклонов. И эти 16 земных поклонов. Вот если вы будете заходить там. Вы можете у нас тут побыть. У нас очень хорошие люди. Очень. Вот сейчас один он работает в аэропорту Казани. Там родственники, татары. Мать там крещение приняла. И у него там свое образование есть. И поступил в семинарию. Мы когда посмотрели. Там у него пятерки. И сразу предложили два курса за год. И он только сейчас за второй курс и сдал. И третий. Он второй год пойдет. Уже сразу четвертый курс. Вот так. И Бог его знает, как дальше будет. Ну, очень хороший человек. Ревностный. По делу Божию. И у нас занятия идут. Сколько, Володя, раз занятия идут по интернету? Володя? Я не знаю. Я не знаю. Может Николай знает. Ну, в общем, раз пять идут занятия. И молитвы каждые два часа. Вот такое общество. Прекрасно. Прекрасно. Да. А это мы живем. Вратам. Вот. Я хочу, чтобы вы зашли к нам. Ну, тут есть. Надо, чтобы у вас скайп работал. И скайп вы на меня отдельно выйдете, как мы побеседуем. Я вам сразу свои ресурсы все скидываю. И каким образом стать членом сообщества здесь. Что в любой момент вы можете зайти. Можем беседовать. И мы друг друга не потеряем. В скайпе я могу терабайты скинуть. Тем более у меня огромные материалы. Полностью начитаны моим голосом Библия. Златоуст 12 томов. Житие святых 12 томов. Добротолюбие 5 томов. То есть около 50 книг. Это было в 80-е годы. Ну, много изъяли. Но кое-что сохранилось. Ну, и сейчас у меня три канала в Ютубе. На одном канале только 23 тысячи своих роликов. 81 миллион просмотров. 94 тысячи подписчиков. Это я все вам скину сразу. Как только вы мне дадите звонок. Отдельно. Спасибо, Христос. Был очень прицеленно. Я очень хотел вас видеть и быть полезным для вас. Что вы. Я очень рад. И на самом деле спасибо, Христос. И это очень важно. Вообще вот на самом деле. Вот есть же понятие о скрытых святых. Что вот есть люди, которые тихо делают свои дела. А потом смотришь на них и все стоит. Вот не на больших вот этих людях. Не тех, которых все к нам мелькают. А вот на таких, как вы. Русских людях. Вот из глубины. Из наших деревень. Из нашей земли. Вот так вот все. Дух-то и так вот он живет там. Вот поэтому я, конечно, очень благодарен вам за приглашение. Игнатий Тихонович. Так у меня вопрос к вам. А Путин знает вас? Думаю, наверное, знает. Я почему-то думал, что у него такие советники должны быть, как вы. Дай бог так. Но я к ним хорошо очень отношусь. Мы тоже молились. Я не голосую, друзья не голосуют. Но мы молились. Молились за воля Божия. Да. Молились за всех правителей мира. Молитесь за старей начальствующих. Для нас главное это Слово Божие. Потому что в Евангелии от Яна, 12 глава, 48 стих. Говорит Господь, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. А раз оно будет судить, я понял, что мои знания не очень-то будут где-то, да не нужны. А вот тут много мусульман. Я с ними беседую по их книге. Открываем. Есть люди, которые приняли крещение. И мы не критики, а просто, я знаю, Пятая Сура, Аль-Маидан называется, Трапеза. И там 68-й аят. И написано Всевышний, Данам Таурет, то есть Тору, пять книг Моисеевых. Ильжил, ильжил это Евангелие. И с ними разговариваю, говорю, ваша книга меня одобряет. А они прошли в прошлом году передо мной 2600 мусульман, и ни один не считал свою книгу. Я говорю, вы такие же, как православные. Это действительно так, и они Богом и Христа не признают мусульмане, они его признают пророком. Да, Иса, пророк, вот так и есть. Но это не Иисус Христос, между ними 2200 лет. Это у них говорится. 19 сура, 28 аят. И 3 сура, 35 аят. Аят, это как стих. Они не знают, что это другая персона, совершенно другая. Потому что Мария, она у них, которая мать их Исы, она является сестрой Моисея. Это у них написано. А Моисей за 600 лет был до Давида, и от Давида до Христа тысячу лет. А теперь добавь к этому еще, ну, их основатель религии умер в 632 году. Ну, вот как раз и наплывает. Они этого не знают. А когда узнают, да как же так? Я говорю, Закирнайка у них разъезжает и везде говорит. Я говорю, он им черный за носом вступил сюда. Он не знает Писание. И говорит, Иисус никогда себя не называл Богом. Они против этого. Я говорю, а Евангелие от Яна, 13 глава, 13 стих говорит так. Вы называете меня Господом. И я действительно то. Ну, он сам себя называет или нет? Так. А его, ты, говорит, человек, и делаешь себя Богом. Его преследовали-то за что? А когда 20 главу считаю, Матфей говорит, Господь мой и Бог мой. И Сус не отверг это. Он Бога-человек. И второе лицо Троицы. Истинно. Аминь. Так и есть. Ну, как только отойдете, мне сразу звонок дайте. Хорошо. У нас встреча может быть тогда хоть каждый день. Я занимаюсь еще в рулетке иногда захожу. Но сейчас все корректурой занимаюсь. Те проповеди, которые я говорю, в храме, их надо перевести в Word, в буквенное. И люди добровольные взятые были, сами пришли помочь. 68 человек помогали. И мы закончили теперь только корректуру. А корректуру мне одному приходится делать. Потому что там где-то не слышно слова, недопоняли. Я должен по буквам просмотреть. Должен хорошо знать русский язык. Ну, вот, сижу здесь иногда 14 часов, а то 16 каждый день. Глаза выжигаю здесь. Ну, и все идет к завершению. Если только это получится, то это будет что-то. Представь, 6 томов. В каждом томе 114 страниц цветных фотографий. Божественных. И каждый том 1300 страниц. Прикольно. Это огромный, огромный. Огромный материал. Это одни проповеди мои. И они во свете Библии. Их никто не может ни опровергнуть, ничего и вопросы. Я одновременно вел занятия в 18 лет в 5 университетах, в 13 школах. И все это бесплатно. Они меня насчисляли там, а я не взял. Потому что там нужно было ИНН. Я не против. Ну, сказал, ладно. И вот как Бог располагает. Вот тут мэр города был. Он входил в десятку лучших мэров. Но, по моему мнению, он в этой десятке был лучший. Как помогал. Прокурор края, генерал-лейтенант. Всегда на помощь спешит. Вот у меня столько. И теперь рассеялось это все. И всегда помогали. У меня недругов. Не выскажешь сколько. Я в черный список занес только, наверное, 30... 5 тысяч человек. Там ролики мои берут, голову отрезают, прилепляют. Ну, всякие гадости делают. Ну, и как? А да так. Последняя блаженца говорит. Будут повансить вас за имя мое поносить. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда. Это люди, которым выше... Такой у них профиль. Плести золотые венцы верующим. А они мне никакого зла не делают. Потому что я молюсь за них. И врагами не считаю. Радуйтесь и веселитесь, говорится. Ни за одно блаженство такого нету. А когда тебя поносят... А если хвалит враг, то подумай, какую ошибку ты сделал. А кто у вас губернатор, Игнат Итиханович? Губернатор сейчас? Подождите. Осипов? Осипов, нет? Не знаю, сейчас сказать. Нет. Нет, нет. Это из Красноярского края. Танеев какой-то такой. Такое какое-то имя. А до этого был губернатор-то этот... Евдокимов. Он разбился на машине. Губернатор был. А потом долго был... Кто, не знаешь? Томченко написано. Виктор Петрович. Да, да, да. Томенко. Томенко. Я с ним не встречался, не знаю. А с тем были хорошие отношения. А до этого был... Раньше еще Суриков. Его послом в Белоруссию отправили потом. Когда Евдокимов перехватил инициативу. Нет, этого я не знаю. Там тоже в Алтае губернатор Осипов. Хороший человек, православный. Но это не Алтайский край, а вот Алтай, по-моему. Республика Алтай. Вот он. Ну, Алтай. Это горный Алтай? Да. Да, кажется. Это отдельная автономная республика теперь. Вот он горный. Их хорошая типография. У меня 38 томов книг, которые вышли. Книги. Они печатали. Хорошие люди. Ну, да. И вот там губернатор? Нет, по-моему, губернатор, наверное, один с Алтайским краем. А она как в автономную республику входит. Всегда входила. Понятно, понятно. На Алтайском там шорцы. И у них Евангелие там готовили. К нам приезжали. Ну, мы помощь отоказывали. На тюркском языке, на шорском, да? Да. Да. Чтобы переводили. А людей надо учить. Ихать в Санкт-Петербург, чтобы их, которые национальный язык изучили. Ну, и мы участвовали в сборе средств. Замечательно. Но у вас такая огромная работа, вы ведете, да? Да. Ну, вот представьте, там у меня за 9 лет до этого было. Вышло 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. И вот. Тераж только тысячу был. И мы проехали до Дальнего Востока, порт Находка. И потом прошли все государства Европы. Не считая еще и Турция и Греция. И прошли дальше Скандинавию, Прибалтику. И 650 библиотек получили от нас подарок книги. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. Огром. Денег нету, совсем нету. Бог дает. Люди узнают незнакомое и звонят, откуда вам деньги нужны. Вот какая штука. Вот сейчас, не знаю, наберем мы или нет. Это требуется для издания, вот сейчас проповеди во свете Святой Библии. Это примерно 10 с половиной миллионов. Большая сумма. Большая, а у нас совершенно ничего нету. Ну, только все молятся. Начинаем молиться и все сбегается с места. Дай Бог. Я вам скину один тут, когда сейчас зайдете ко мне, ролики, там 52 года в пути. Вы обязательно посмотрите, вы плакать будете. Обязательно посмотрите. Я вернулся на то место, и как я молился Богу, и даже мусульмане смотрели и плакали. Да, замечательно. Если нужна помощь, вот Николай здесь Астахов, он может помочь вам. Да, если там отдельно потом, ну, сейчас не надо под запись ничего говорить, а так можно скинуть мне. Я могу подвезти часть книг, которые новые издали в подарок вам. Здесь я в Москве, потому что... Новые, новые, так как раз вот и подвезете. Дадите телефон. Нам нужно, чтобы вы поверили на 100%. Вы в Википедии видите, кто там. Там документы, документы на все. Тут никакого обмана нету, что мы говорим. Это все так. Да, я не сомневаюсь. Ну да, чтобы... Мало ли еще, когда начинаешь говорить человеку, да это невозможно. Знаю, невозможно. Но вот сделали. Я обычно, когда необычное дело, я спрашиваю, а кто-нибудь это делал? Если не делал, я долго буду возиться. А если хоть один человек делал 100 лет назад, я за него берусь уже. Значит, выполнимое. Вот Господь нам дал, Господь сохранил нас. Я очень рад встрече с вами. Еще, когда вы там говорили о Агафе Лыкова, то было... Я сразу на вас обратил внимание. У вас это было, я не знаю, там, сюртуха или что-то темное. Я вас не знал. А говорил вот в темном таком одеты. Я говорю, он самый правильный ответ дал. А вот я недавно закончил, что кто и как православный взгляд на группу Дятлова. Это все нечистая сила сделала. Никак-то. Изнутри они рвали. Ломанные ребра и ни одной гематомы нету. Это уже понятно. И вот эти, которые там манси, в эту ночь шаман бесновался. Они во внимание это не берут. Что вот эти пятна были. Последний снимок такой, который... Это все нечистая сила. Да и... Она называется «Не ходи туда». Зачем пошли? А сейчас нет. Да сейчас на каждом дереве там иконы висят. Там и священники освящали. Поэтому безопасно. Видите как? И приходится тут участвовать. Как бы не христианское это дело, а столько отзывов. А наша неотразимая. Мы в совокупности все взяли. Все события, которые были, что перед этим во сне видела одна из них. Как дорогой были. О чем они разговаривали в палатке. Мы дальше по порядку все. Вы когда скину, и вы увидите там православный взгляд на группу Дятлова. Очень интересно. Ознакомитесь там. Там все разбирается. Все по частям. Какие были примеры. Другие люди говорят, мы все разобрали. Остается только один. Нечистая сила. А тут они... Там написано какая-то сверхъестественная сила. Которые исследователи были. Которая противостать мы не могли. Это у них там записано было. У исследователей. Примерно удар был. На большой скорости машина ударила. Дьявол. А когда человек ограждается молитвою. Вот выходим, когда на улицу утром. Всегда перекрестись. Я учил детей. И скажи, отрекаюсь от сатаны. И всех дел его. Всех ангелов его. Всей гордыни его. Впереди себя. И не бойся там какие-то излучают. Знает там. Ж там пять какие-то. На вышках стоят. Это есть. На нас это не действует. Я с Богом. Спасибо, Христос. Игорь Тихонович. Спасибо, Христос. Вопросов, если нету. То есть что, можем завершить. Да, благодарю вас. Тогда будем вот в контакте, с вашего позволения. Не в контакте. А здесь. А здесь, да. В скайпе. В скайпе. В скайпе. Там у меня есть контакт, твиттер, фейсбук. У меня все есть. Но там администрация работает. Мои материалы распространяют. Хорошо. Я там все посмотрю. Все, Николай. Тогда какие есть, отнеси и подари. Подарок от нас примите. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Да, хорошо. Там еще сейчас начали загружать на Apple Podcast и Google Podcast проповеди. Я тоже вам скину. Можете послушать. Благодарю. Тем более там и про... Недавно была проповедь про тайну русских людей. Я думаю, вам очень интересно будет. Вот это отлично. Прекрасно просто. Замечательно. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Благодарим вас за встречу. Будем молиться о вас. Благодарю вас. Давайте вместе помолимся кратко. И кто согласен, аминь скажите. Господи, благословю тебя за милость, что мы встретились с Александром. Благослови его и утишь об этой потере дарить дочери его и упокоя в Царстве Небесном. Помоги нам сохранить это доброе отношение и поделиться теми талантами, которыми ты наградил нас благодатью Духа Святого. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все, закрываюсь. На меня выйдите только. Николай, помоги ему на меня выйти. Я сразу скину все. Да, хорошо. С Богу. Субтитры сделал DimaTorzok